Итак, мы получили очередной продуктовый донат. На самом деле это не донат, потому что донат это подарок блогеру от благодарных зрителей. А здесь храму нужно отчитаться перед своим начальством в том, что они занимаются благотворительностью. Ну и нас позвали в этот храм, хотя мы там даже не прихожане этого храма. Нам туда добираться тупо далеко и неудобно. Но раз халяву дают, то мы доберемся и все возьмем. Это же халява. Но зато мы в хорошей физической форме и способны унести все это богатство. Получился рюкзак около 10 кило. Не каждый такое донесет, но мы походники. Мы бы могли и больше унести, особенно с учетом того, что это же халява. Теперь проанализируем эту благотворительную акцию на предмет эффективности. Спасибо школе актива НКО при Московском доме общественных организаций за знания по теме благотворительности. Самое тяжелое и бесполезное это, конечно же, крупа. Ее много. Стоит она недорого. Мы, как правило, кашу не готовим. Поэтому отнесем на канон в ближайший храм, в ближайшую родительскую субботу. Достойное променение. Это называется круговорот крупы в приходе. Прихожане несут крупу в храм на канон за упокой душ своих усопших родственников, потому что стоит крупа дешево, хранится долго, выглядит эффектно, а с канона священники раздают ее прихожанам, ибо нафига им столько крупы в качестве благотворительной помощи. На самом деле, все, что было в наборе, можно купить в ближайшем магазинчике и не тащить издалека тяжеленный рюкзак. Лучше бы деньгами выдали. Или чем-нибудь маленьким, легким, но дорогим. Это неэффектно будет. Начальство хочет, чтобы огромные тяжелые мешки были. Это называется ебать ежа. То есть, когда затраты сил очень большие, а практический результат очень маленький. В общем, секс с ежом. В общем, церковная благотворительность морально устарела и потеряла всякий практический смысл. Я, как инвалид с детства, получаю регулярно самую разную помощь от государства и общественных организаций. Самое ценное – это медицинские и образовательные услуги. Регулярно хожу на медицинские процедуры, которые в обычной поликлинике труднодоступны, а в платной стоит дико дорого. А на социальную реабилитацию мы вместе, жена инвалид, я сопровождающий, в общем, ходим вместе. Например, мы ходили в Московский дом общественных организаций, на школу актива МКО, и теперь знаем, как должна работать современная благотворительность. То есть, для благотворителя затраты минимальные и выгода ощутимая, а для получателя результат – огромный и ценный. И это в капиталистическом обществе возможно. Поэтому сейчас самая популярная благотворительность не товарами, а услугами. Образовательные услуги, медицинские услуги, развлекательные услуги. То, что мы успешно занимаемся блогерством – это развитие нашего участия в инклюзивных театральных кружках для инвалидов. Но церковники это не понимают просто в силу своего мракобесия и в силу того, что они до сих пор живут в Средневековье, когда феодальный строй и натуральное хозяйство. Церковная благотворительность – это фактически часть того, что церковь и государство в виде налогов собирает с крестьян, а потом, чтобы крестьяне с голода не померли, часть у них забранного им же и отдает. Ну или иногда действует благотворительность по принципу, также Средневековому, собрать со многих и отдать немногим. Это просто, но неэффективно. А современная благотворительность – это в первую очередь некоммерческое партнерство. То есть надо найти и организовать коммерческие и некоммерческие организации, чтобы они выдали людям что-то реально ценное, и при этом сами дарители имели бы выгоду. То есть современная благотворительность – это в первую очередь медицинские, образовательные и развлекательные услуги, которые людям очень нужны, которые стоят очень дорого, но в рамках благотворительной акции достаются людям бесплатно. И при этом те, кто услуги оказывают, даже если и несут какие-то затраты, то выгоду получают больше, чем затраты. В общем, дорогие зрители, приглашайте нас в ваши благотворительные проекты, но не забудьте, что пользу от этого участия должны получать не только вы, но и мы. Волонтер работает как волк, когда заинтересован в своей работе, потому что получает от него выгоду, которую можно монетизировать. А если выгоды нет, а есть только демагогия, то это не волонтер, а лохонтер, которого как лоха развели на потрудиться. И лохонтер, как лох, тратит время и силы до тех пор, пока не поймет, что его попросили помочь, а на самом деле просто нагло используют. И лохонтер, как всякий лох, не вымрет, как мамонт. Мы часто волонтерствуем, но мы не лохонтеры, и советуем нашим зрителям заниматься благотворительностью, только если эта благотворительность приносит конкретную выгоду, чему-то научиться, с кем-то познакомиться, где-то побывать, что-то посмотреть, ну или хотя бы получить контент для социальных сетей. Как цель достигнута, то волонтерство надо прекращать и заниматься чем-то полезным для себя, в первую очередь. А на этом все. До свидания. Спасибо за внимание.